Вашему вниманию представлена лекция о дисциплине «Электрические станции и подстанции», раздел 5 «Электростанции и схемы подстанций», лекция номер 6 «Схема питания собственных нужд электрических станций и подстанций». Лектор Улагбаев Феликс Назанович, декан факультета энергетики и автоматики и телекоммуникации, кандидат технических наук, ассоциированный профессор. В прошлой лекции Вы изучали анализ работы схемы подстанций, конструкции открытых распределительных устройств подстанций, конструкции закрытых распределительных устройств подстанций. План лекции на сегодня «Схема питания собственных нужд электрических станций и подстанций». В схемы питания собственных нужд электрических станций и подстанций входит выбор трансформаторов собственных нужд подстанций. Состав потребителей собственных нужд подстанций зависит от типа подстанций, мощности трансформаторов, наличия синхронных компенсаторов, типа электрообороны. Наименьшее количество потребителей собственных нужд подстанций, выполненных по упрощенным схемам без синхронных компенсаторов, без постоянного дежурства. Это электродвигатели обдола трансформаторов, обогрев приводов, шкафов крун, а также освещение подстанций. На подстанции с выключателями высокого напряжения дополнительными потребителями являются компрессорные установки для воздушных выключателей, а при оперативном постоянном токе зарядный и подзарядный агрегат. При установке синхронных компенсаторов необходимы механизмы смазки векоподшипника, насосы, системы ухлаждения. Наиболее ответственными потребителями собственных нужд подстанций являются оперативные цепи, система связи, телемеханики, система охлаждения трансформаторов, аварийное освещение, система пожаротушения, электроприемники, компрессор. Мощность потребителей собственных нужд невелика, поэтому они присоединяются к сети 308-220 В, которая получает питание от понижающих трансформаторов. Мощность трансформаторов собственных нужд набирается по нагрузкам собственных нужд с учетом коэффициентов загрузки и одновременности, при этом отдельно учитывается летняя и зимняя нагрузка, а также нагрузка в период ремонтных работ на подстанции. В учебном проектировании можно по ориентировочным данным определить основные нагрузки собственных нужд подстанции приустановочная, приняв для двигательной нагрузки коэффициент φ косимус φ 0,85. Мощность трансформатора выбирается при двух трансформаторах собственных нужд, без постоянного дежурства и при одном трансформаторе СМ больше или равно С расчетно. При двух трансформаторах собственных нужд на подстанции с постоянным дежурством СМ больше или равно С расчетно, деленное на КП коэффициент допустимого аварийного перегруза, принимаемого 1,4. Если число трансформаторов собственных нужд больше двух, то в знаменателе устанавливаем количество трансформаторов. Предельная мощность каждого трансформатора должна быть не более 630 кВт. При техническо-экономическом обосновании пропускается применение трансформаторов 1000 кВт. Для трансформатора собственных нужд устанавливают на всех двух трансформаторов подстанциях 35750 кВт. Один трансформатор собственных нужд устанавливает на однотрансформаторных подстанциях 35220 кВт с постоянным оперативным током без синхронных конденсаторов и воздушных выключателей с силовыми трансформаторами ТМ. В этом случае предусматривается складской резерв энергосистемы. Если на однотрансформаторной подстанции установлен синхронный конденсатор, воздушный выключатель или трансформатор системы отверстия ТМЦ, то предусматривается два трансформатора собственных нужд, один из которых присоединяется к местной сети 635 кВт. Для питания оперативных цепей подстанции может применяться переменный постоянный ток. Постоянный оперативный ток применяется на всех подстанциях 330-750 кВт, на подстанциях 110-220 кВт с числом масляных выключателей, или 220 кВт, 3 и более, на подстанциях 35-220 кВт с воздушными выключателями. Переменный оперативный ток применяется на подстанциях 35-220 кВт без выключателями высокого напряжения. Возможно применение выпрямленного оперативного тока на подстанциях 110 кВт с одним или двумя выключателями высокого напряжения. На подстанциях с оперативным переменным током трансформатора собственных нужд Т1 и Т2 присоединяется пайка и вводу главных трансформаторов. Это необходимо для возможности управления выключателями 6-10 кВт, при полном потере напряжения на 6 шинах 6-10 кВт. Шина 0,4 кВт секционируется. Тайне оперативных цепей переменного тока осуществляется от шин собственных нужд через стабилизатор ТС напряжения на выходе 220 Вт. На следующем слайде показаны схемы на подстанциях с оперативным постоянным током и Т1 и Т2 присоединяются к шинам 6-35 кВт. Для закрепления материала необходимо ответить на контрольные вопросы, представленные на слайме. Для изучения раздела нужно воспользоваться литературой, представленной на слайме. Продолжение следует...